Продолжение следует... Это повторяется история всех СМИ. Наши чиновники — это самые великие люди в стране. Но на самом деле все ждали, когда это произойдет. Великолепный повод, господа журналисты, поговорить о том, что такое свобода слова. Сейчас на связи с нами наш корреспондент Илья Агаев. Илья, скажите, пожалуйста, что сейчас происходит на телебашне? Все выключили. Выключили. Это случилось в марте. В Казахстане впервые отключили в прямом эфире телекомпанию. Без суда, в присутствии журналистов и камер других телеканалов. За всем происходящим телезрители наблюдали в режиме реального времени. Именно тогда они узнали о существовании ведомства, которое способно заставить исчезнуть телеканал одним щелчком, то есть отключив рубильник. 4 марта 2002 года с экранов телевизоров алматинцев исчез телеканал «Тан». Его отключили не по решению суда, а на основании обычного ведомственного приказа. Этот документ родился в министерстве, которое впервые столь явно продемонстрировало свою власть над отечественным телерадиовещанием. Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, сокращенно Минтранском, образовано в 1999 году, контролирует дороги, транспорт, коммуникации и связь. В казахстанском телерадиовещании занимается комитет по связи и информатизации. Перед датчиком телеканала «Тан» комитет по связи и информатизации заинтересовался в феврале, а в марте обычная техническая проверка неожиданно обернулась к скандалам. Психологическая обстановка у нас такого никогда не было. Нет, серьезно, но обыденная работа сделали, чтобы непонятнее. Комитет по связи и информатизации проверил работу нашего передатчика три недели назад. Они взяли и проверили работу нашего передатчика при нормальной рабочей трансляции передачи, что, в общем-то, полностью нарушает условия проверки технических средств. Записали это в акт и на основании этого акта сделали этот приказ. Когда вам предъявляют какие-то правовые требования, вы можете апеллировать к суду и апеллировать к законам и каким-то образом дискутировать. Но когда к вам приходят и на белое говорят «черное», и когда особенно это происходит в технической сфере, когда, ну, в общем-то, нет проблем обратиться к специалистам из России, слава богу, так сказать, мы до сих пор работаем по одним ГОСТам, есть возможность обратиться к международным экспертам и спросить вообще, как проверяются технические передатчики. Если вот в этих условиях Комитет по связи не стесняется эти слова записать в приказ о приостановлении лицензии, то дальше комментировать, например, там, допустим, СЭС, которая нам писала, что у нас лампочки дневного освещения хранятся не в положенных местах, а на шкафу и стоит коробка от магнитофона, который мы купили, прямо здесь стоит рядом коробка магнитофона. Ну просто, ну, то есть телекомпания 10 лет работала, телекомпания там владеет лицензией номер один, как частная телекомпания в Казахстане. И пока мы ретранслируем ТВ, да, никто никогда не вспоминал, где у нас хранятся лампочки. Как только мы стали занимать общественно активную позицию и критиковать прямо и Министерство культуры за ту политику, которую они проводят, и правительство, и президента, соответственно, сразу же после этого наши лампочки оказались не на том месте. Там они передатчик включили и не получают включение. Выключай, выключи передатчик и опечатай. Выключай, выключай. Для меня было очень тяжело то, что на моей практике это было впервые, что мы вот так вот закрываем, не то, что закрываем радиосредства, ну, закрывали, опечатывали радиосредства, всё, но вот так вот болезненно, чтобы вот, в смысле, происходило, да. Да, 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 вот это впервые вообще-то вот так вот получается. Естественно, я же не самовольно это всё, это самое дело. Я, значит, выполняла приказ. Когда отключали телеканал ТАН, Алматы готовился к Конгрессу журналистов и Евразийскому медиафоруму. При остановлении вещания телестанции многие посчитали фактом вопиющего давления на свободу слова в Казахстане. По этому поводу высказывались политики, общественные деятели, обычные телезрители и журналисты. Предлагали провести различные акции в защиту СМИ. Неожиданно своё отношение к происходящему выразило и высшее руководство страны. Принимая во внимание интересы телезрителей и журналистов, президент поручил Министерству транспорта и коммуникации и Министерству культуры, информации и общественного согласия в самое ближайшее время более внимательно изучить существо вопроса и рассмотреть возможность снятия запрета на вещание канала. Вмешательство президента оказалось веским доводом. Кроме того, в письме начальнику комитета по связи и информатизации телекомпания пообещала устранить недостатки, которые привели её к отлучению от эфира. Для исправления СМИ дали срок – месяц. С передатчика сняли пломбу, и через пять дней после отключения на 41-м канале вновь появились цветные полосы и логотип телеканала ТАН. Как сложится судьба ТАНа после завершения срока, отпущенного на исправление, никто не знал. От компаний требовали улучшить работу приборов, которые и так хорошо работают, по крайней мере, в рамках существующих ГОСТов. Об этом свидетельствовали расчёты и замеры, проведённые профессионалами – государственным предприятием «Промсвязь». И всё-таки возвращение СМИ в эфир воспринималось как победа. Позже стало ясно, что это лишь временный успех. 20 марта депутат Серег Болсон Абдюльдин озвучил в парламенте запрос. Он касался зарубежных счетов, принадлежащих высшему казахстанскому руководству. Из всех телерадиокомпаний ТАН был единственным, кто рассказал об этом. 27 марта в Алматы арестовали одного из лидеров оппозиции, члена общественного движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтара Аблязова. Кстати, он является одним из учредителей телеканала ТАН. Сегодня в Алматы взят под стражу Мухтар Аблязов, известный в республике бизнесмен и один из лидеров политического движения «Демократический выбор Казахстана». В эти минуты его допрашивают в Алматинском департаменте финансовой полиции. Бизнесмены ищут с самого утра. Во второй половине дня около 50 человек пришли к офису «Астана Холдинг» с предписанием прокурора Бастандыкского района Алматы на обыск здания. По периметру выставили отряд спецназа. Все выезжающие машины досматривали. Поиски длились около трех часов. Решение об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на арест на арест вынес прокурор Бастандыкского района Алматы. Выход в эфир этого выпуска новостей едва не был сорван. Поздно вечером кто-то проник на крышу телекомпании и перерезал провода радиорелейной линии. Таким образом прекратилось свещание в прямом эфире. Но итоговый выпуск новостей вышел в записи с опозданием на час. А на следующий день в эфире телеканала ТАН стали выходить экстренные выпуски новостей. Каждый час журналисты рассказывали о событиях, последовавших после ареста Мухтара Блязова. Дзимвыбор Казахстана призвал общественность выйти на площадь республики на митинг против коррупции и политических репрессий. В эфире звучали официальные комментарии представителей властей, мнения политиков, общественных деятелей. Показаны репортажи об акции протеста у здания финансовой полиции, где был арестован оппозиционер. Во всех экстренных выпусках прошло сообщение о том, что руководство ТАНа отправило в Минтранском официальное письмо об устранении всех недостатков, которые послужили 4 марта поводом для приостановления действия лицензии на вещание. В тот день, 28 марта, на канале ТАН вышло 7 экстренных выпусков новостей. А в ночь с 28 на 29 марта телестанция прекратила свое вещание. В теле кабеля и на земле обнаружили пули от снайперских винтовок. Выстрелы в центре города полиция причислила к хулиганскому поступку. Ну я слышал, что там были какие-то неприятности. Тут кабель перерубили, то есть что-то еще это самое. Ну не уважали начальство. Ну я знаю, что это точно Облязовский канал. Какая-то параллель у вас есть с учредителем? В смысле? Просто говорите, что это Облязовский канал. Этот человек сейчас сидит. Как вы думаете, что с этим? Нет, ну из-за этого чисто по политическому теме. Плюс там технические тоже есть. Ну в основном, самое главное по политическому. Включаем? Нету. Включаем? Нету. Говорят, будет. Это будет. А там нету. Сейчас. Почему? Как вы думаете, сейчас? Ну значит, наверное, власти не угодно было. Независимый танк. Когда его еще стреляли, ждал в него, разрушили. Не помню больше. Ну МТВ в основном вся молодежь смотрела. А вот очень долго его нет в эфире. Как вы думаете, почему? Ну из-за того, что это, раздолбали его. Мне очень нравилась передача «Желтый салон» с Баян Несентаевой. Также мне очень нравились новости, которые там показывают. А, то есть развлекательного, да? Да. И в основном новости тоже очень открытого характера. Высказывались очень яркие оппозиционные позиции. Вот когда вот про Облязова было дело. В общем, то, что мне нравится. Яркость, смелость корреспондентов. Ну вообще, хорошая телекомпания. А вот сейчас она не выходит. Как вы думаете, почему услышали? Нет, вот, кстати, тоже я вот хотела бы поинтересоваться. Почему? Странные события произошли и в Астане. На следующий день, после того, как Тану расстреляли провода, неожиданно прекратил свое вещание телеканал «Эра», ретранслирующий программы Тана. Дежурный радиопередающего центра сообщил, что передатчик «Эры» отключили по указанию Минтранскома. Позже дежурный опроверг свои слова и заявил, что произошла техническая поломка. Передатчик был кем-то вскрыт и выведен из строя. Но даже после его ремонта выйти в эфир не удалось. На этот раз причиной стало повреждение передающего устройства, которое находится на городской башне. Против Жакьянова, против ДВГ! Против ДВГ! Мы против! Тан лишился эфира в момент, когда накал политических страстей в стране достиг пика. Именно в эти дни происходили драматические события. Власти выдали санкцию на арест председателя полицовета Демвыбор Казахстана Галамжана Жакьянова. Он укрывался от преследования во французском посольстве. На шесть дней это место превратилось в настоящую горячую точку. Здесь бойцы ОМОНа разбили камеру оператору Павлодарской телекомпании «Ирбис». Во время митинга у дипломатической миссии был избит главный оператор канала «Тан» Руслан Таиров. На специальной пресс-конференции журналисты телекомпаний потребовали прекратить физическое и психологическое давление. Были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Корреспонденты выезжали на съемки только в сопровождении охранников. Девушкам-журналистам запретили делать репортажи самых горячих событий, митингов и акций протеста. Мы были вынуждены снять набалдашники с наших микрофонов. То есть теперь все группы, которые выезжают за пределы офиса, то есть на митинги и так далее, они работают просто без набалдашников. Просто мы стараемся информировать вас о каждом таком факте, потому что это просто необходимо. У нас нет другого выхода в данной ситуации. Но что вы нам прикажете делать? Сидеть в офисе, молчать об этом. Мы предпочитаем говорить, чтобы хоть кто-то это знал и чтобы хоть кто-то об этом сообщил другим. 16 апреля телекомпания «Тан» отремонтировала передающее оборудование, которое прострелили неизвестные злоумышленники. Однако, заменив старый кабель, телестанция обрела новую проблему. Эфир задерживается в том, что у них изменилось анкетные данные, изменение технических параметров. Это обычная процедура, по которой подаются документы, и после чего выдается разрешение на радиочастотный спектр. У них изменилась подвес антенны, высота подвеса антенны. В связи с этим, значит, проходит полностью процедура. Снова подается пакет документов к нам, потом мы рассматриваем, передаем, значит, в комитет по связи радиочастотный спектр, который у нас, например, выдает разрешение на РЧС. Как только они получат разрешение на радиочастотный спектр, если все положительно комитет дает, мы получаем разрешение. Они, значит, по доверенности получают это разрешение, и мы назначаем день экспертизы. Мы приходим к ним, проверяем все согласование, те, которые они подали по анкетным данным, и все, и мы включаем, никаких проблем не будет. Два часа, два дня, два месяца? Нет, ну это в течение дня. У нас изменился единственный параметр – высота. То есть это полномочия регионального представителя управления связи информатизацией. Подобные моменты были в других городах, вот по СНГ, в Казахстане конкретно, в Кустанае, в Усть-Каменогорске. Менялась высота подвеса антенны, это решалось на месте буквально, ну, не знаю, может быть, два дня. Это не, скажем так, непринципиальный вопрос. Если такое сравнение устроит вас, у вас есть права на вождение автомобиля, а какой автомобиль вы приобретете, это уже вопрос вашего кошелька. У нас есть разрешение на 41-дециметровый частотный диапазон, есть разрешение на аренду мачты, поменялась высота, это непринципиально. То есть, если мы бы увеличили высоту, увеличивали мощность, это было бы шло в противоречие с документами, тогда это было бы, скажем так, на уровне министерства. А эти моменты, они сугубо рабочие. И подобные вещи, например, по изменению места установки радиоролейной станции, по изменению ее направления, они всегда решались здесь, в Алма-Ате. Хватало полномочий регионального представителя. Пока чиновники Минтранскома тянули с выдачей разрешения, отремонтированное оборудование дважды повредили. Неизвестные загнали в кабель гвозди и весьма квалифицированно замаскировали повреждения. Официально у ТРК «ТАН» лицензии не отнимали. Между тем, компания лишена эфира уже четвертый месяц. Все это время большая часть коллектива находится в отпуске. Работает только редакция новостей. Здесь координатор отслеживает события, выпускающий редактор определяет приоритетные темы, а дежурный репортер с оператором ездят на съемки и сдают видеоматериал в архив. У дежурного журналиста есть еще одна обязанность. Каждый день звонить в столичный комитет по связи и информатизации. Для этой цели на Тане даже завели специальную тетрадь. За четыре месяца она исписана почти вся. В этой тетраде полная стенограмма вопросов, заданных журналистами ТРК «ТАН» руководству Минтранскома. Однако ответ на главный вопрос, когда телеканал «ТАН» разрешат выход в эфир, до сих пор не получен. Затянувшийся выход в эфир вызывает недоумение не только у телекомпаний, но даже у городского комитета по связи и информатизации. Пока «ТАН» молчала, в средствах массовой информации появились сообщения о намерении Минтранскома и Генпрокуратуры отозвать у ТРК «ТАН» лицензию. Подтвердить или опровергнуть это сообщение до сих пор не удалось. Ни на один официальный запрос, посланных в столичный комитет и министерство, ответа не получено. Ни письменно, ни по телефону. Разговоры по телефону – это вообще отдельная глава. Точнее, песня. Без начала и конца. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А с Аскаром Батылхановичем можно поговорить? Его нету. Кто спрашивает? Это Салматы беспокоит. Кто? Телекомпания «ТАН». Ещё нету. Да. Аскар Батылханович освободился? Нет, он не освободился. Когда мне можно будет перезвонить? Вы знаете, я даже не знаю. Ого. Скажите, пожалуйста, может, к его залу можно будет обратиться? На залу тоже нету, у министерства. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Аскар Батылханович? Здравствуйте. Это Александр Гапченко. Очень приятно. Журналист телекомпании «ТАН». Скажите, пожалуйста, когда мы получим ответ на наше письмо 18 апреля? ЗВОНОК В ДВЕРЬ. 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 Алло. Да, да, Астрюмная. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно соединиться с Каром Батылхановичем? А его нету. А его нет только для журналистов телекомпании «ТАН»? Нет, его нет и нет. А почему, когда мы звоним в рабочее время, его никогда не бывает? Как это он так работает, интересно? Звоните попозже. Если хотите оставить сообщение, говорите после звукового сигнала. Здравствуйте. Это вас беспокоит журналист телекомпании «ТАН». Мы очень хотели бы поговорить с вами, но поскольку это не удается делать уже некоторое время, мы оставим сообщение на ваш автоответчик. Телекомпания «ТАН» полностью готова к началу эфирного вещания на территории города Алма-Аты, и мы просим вас дать разрешение на использование установленного нами оборудования. Пожалуй, ни с одним ведомством так не подружились журналисты «ТАНа», как с Комитетом по связи информатизации. Узнавали по голосам секретарей и в буквальном смысле сверяли свою жизнь по рабочему графику руководства Минтранскома. Да, да. А скажите, пожалуйста, могу я поговорить с господином Есенгараевым? Нет. Нет, так долго думала. Нет, вы не сможете, потому что его нет навести. А что такое смешного, я сказал? Нет, вы-то не сила, а люди-то еще со мной, да. А скажите, может, я тоже посмеюсь? Да нет. Может, это Есенгараев сказал, скажите, что меня нет? Нет, нет, прям. А где он есть, вы не скажете? Что? А где он, вы не скажете? А, к сожалению, я даже не знаю, где он. А как-то вы не знаете? До половины третьего в правительстве, без обеда, без ничего. Ой, бедный. Может, он обедать поехал? Может быть. Может, какой? Ну, вы приглядывайте хоть за ним? Это же как человек без обеда. Да. Что же вы делаете на работе в 12? Вот он. А? Работаем. И тоже без обеда и без ужина? Без обеда и без ужина. Боже мой, какая же у вас работа-то тяжелая. Вот, представляете. А у нас, наоборот, хорошее вам благодаря. Да. Выразить лично благодарность руководству Минтранскома за продолжительный отпуск с журналистом ТАНО так и не удалось. Выждав все мыслимые и немыслимые сроки, телеканал был вынужден прибегнуть к помощи закона. Комитет по связи не хочет рассматривать наш вопрос. На мой взгляд, существует цензура. И комитет по связи выступает как технический цензор нашей телекомпании. Мы, как законопослушная телекомпания, выполнили все процедуры, которые требовалось сделать. И, соответственно, теперь у нас не остается никакого другого пути, как обращаться в суд. То есть мы будем подавать суд на комитет по связи, информатизации, потому что мы считаем, то, что происходит в данный момент, это воспрепятствование нашей профессиональной журналистской деятельности. Последние известия смотрели, кино смотрели, вообще много смотрели. Каково вы мнение были? Вот как часто эту компанию называли независимой, оппозиционной, что она власть критиковала? Вы это замечали? Ну, критиковали, правильно делали. Я ничего не слышала, просто мне папа сказал, что эту компанию убрали, все. Почему? По-моему, она кого-то там не удовлетворяла. Может быть, опять кому-то мешала? Может быть. Просто так у нас... Скорее всего мешала. ...ничто не убирают. Я не думаю, что руководство само отказалось от этого. От этого проекта. Может быть, это какие-нибудь финансовые там неурядицы, почему они исчезают? Разорился? Да, ну, разорился. Не может быть, не знаю. Но мне кажется, не разорился. Что-то там... Что-то там делали. Не то. Ну, нет, и, знаете, я не чувствую обделенным себя, что его нет. Это первый канал на вашей памяти, который закрывали? Нет, еще были, вот я сейчас не помню уже каналы. Вот это... Тотем... Да, Тотем, по-моему, потом еще... Канала два, наверное, закрыли. Как раз передавали что-то из одних в руки в другие. Тоже это какая-то политика. Ну, вообще, как бы, у вас такой процесс огорчает? Или, как бы, равнодушно? Чем меньше у нас будет каналов, тем меньше мы будем информации иметь. То, что каждый канал информацию подает по-своему. Там уже люди смотрят, уже выбирают, что им нравится, что не нравится. И чем... То есть, что должен быть такой? Конечно. Чем меньше каналов, тем меньше у нас информации. То, что... Чем больше закроют, останутся те, которые вещать будут только то, что нужно. Ну... По политическим соображениям, каким-то политикам. В дни, когда молчал Тан, в Минтранскоме разразился скандал. Арестовали министра Аблая Морзахметова. Его обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями, возбудили уголовное дело. На его место назначен другой руководитель. В судьбе телекомпании Тан ничего не изменилось. Новое руководство Минтранскома игнорирует официальные запросы журналистов. И рубильник на телебашне выключен до сих пор. Выключен рубильник и на передатчике телекомпании ЭРЭ, ретранслировавшей в Астане программы алматинского канала Тан. 24 мая тендерная комиссия, которая распределяет телерадиочастоты в Казахстане, рекомендовала Минтранскому отозвать УЭРЭ в судебном порядке лицензию на вещание. Компанию обвинили в нарушении лицензионных обязательств. Телестанция, получившая лицензию в сентябре 2001 года, вышла в эфир с задержкой. Кроме того, чиновники от культуры посчитали, что у УЭРЭ недостаточно программ собственного производства. Однако СМИ утверждало, что его вещание задержал Минтранском. От министерства канал получил свою чистоту с большим опозданием. К комиссии также были предоставлены кассеты с программами собственного производства. С января по апрель этого года ЭРЭ увеличила долю собственного вещания с 56 до 63%. Аргументы журналистов не смогли перевесить доводы чиновников. Сейчас ЭРЭ оспаривает в суде решение о подзыве лицензии на вещание. Если говорить о тех выводах, которые я сделал после закрытия нашего телеканала, можно говорить только о беспринципности чиновников, в частности Министерства транспорта и коммуникации. Когда департамент Министерства транспорта и коммуникации по городу Астане, они на тендерной комиссии представили заключение о том, что мы не можем вещать по закону. И телекомпанию ЭРЭ закрыли. А после этого на День печати эти же чиновники присылают нам поздравления с Днем печати. И главное, с надеждой на то, что мы будем дальше развиваться. Была в Караганде телекомпания АДАН. В 2001 году ее, как и все казахстанские СМИ, затронуло очень важное событие. Парламент принял весьма спорные поправки к закону о СМИ. В эфире АДАНа появилось специальное обращение. Коллектив СМИ заявил, что, игнорируя общественное мнение, власть приняла несправедливый закон. Она лишила людей выбора, решила за казахстанцев, что и сколько им можно смотреть, слушать, читать. С маленькой телекомпанией церемониться не стали. Не устраивали проверок, не прибегали к помощи закона. Минтранском просто отобрал без суда чистоту и отключил рубильник. Больше программ карагандистской телекомпании никто не видел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова